Итоги выборов стали для Майя Санду не триумфом, а предвестником больших проблем уже в следующем году, когда состоятся выборы в парламент, отмечают международные эксперты. По их мнению, выборы показали не только большой раскол в обществе, но, что важно, неоднозначное отношение граждан к самой Санду, проголосовав внутри Молдовы против ее политики. Понимает свое шаткое положение внутри страны в контексте предстоящих выборов в парламент и сама Майя Санду. На ночном брифинге, еще до оглашения итоговых результатов голосования, она фактически представила свою политическую стратегию на ближайшее время. Многое из объявленного совсем не ново и звучит, как анекдот, рассказанный дважды. Есть и планы, которые с точки зрения команды президентки, видимо, должны убедить нас всех и внешних партнеров не в последнюю очередь, что власть извлекла уроки из ситуации и будет ее исправлять. Охрившая, уставшая, но не скрываемо довольная своей формальной победой, Майя Санду поблагодарила граждан Молдовы за поддержку, перешла на русский язык и снова пообещала быть президентом для всех. Я услышала ваш голос и тех, кто меня поддержал, и тех, кто проголосовал за господина Стояногла. Я обязуюсь быть президентом всех вас. Просто дежавю какое-то. Все это мы уже слышали четыре года назад и хорошо помним, как это президентство выглядело на практике. Но как заезженная пластинка Санду повторяла про мир, взаимопонимание и единство. Мы можем придерживаться точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества. То есть Санду решила, что вот так за ночь можно забыть обо всех действиях ее самой и ее команды, разделивших людей на своих и чужих, хороших и врагов. Ксенофобские декларации, агрессивные нападки, маниакальную русофобию. Или мы должны поверить, что всего этого больше не будет. И все по волшебному хотению возлюбят ближнего своего. И еще один объезженный каньок без куча. которого не обошлось в выступлении Санду «Демократия». Это ведь ее она призывала защитить в предвыборной кампании обысками и задержаниями, запугиванием пенсионеров, препятствиями другим кандидатам, полноценно участвовать в выборах и референдуме. Санду «Демократия» Санду «Демократия» Мы должны развивать Молдову в мире и демократии вместе со всеми молдаванами и для всех молдаван. И вишенка на торте планов Санду. Объявление реформы юстиции. Вам не показалось. После бесконечного четырехлетия реформирования, на которое потрачены десятки миллионов евро, скандальных ветингов и приветингов, угроз судьям и своевольного их назначения и увольнения, нам говорят, будет новая реформа. Но, как было сказано ранее, без белых перчаток. Самая важная реформа – это реформа юстиции и борьба с коррупцией. И ясно, что скорость, с которой она продвигалась до сих пор, недостаточная. Ясно, что необходимо поменять подход, провести широкую дискуссию с обществом и предложить меры, которые дадут результат как можно скорее. Потому что нужно подготовить страну к парламентским выборам в следующем году. И, исходя из этого, необходимо консолидировать демократию. А вот это уже интересно. То и Санду практически призналась в том, что понимает, что с тем, как до сих пор управлялась страна, её подконтрольным правительством и парламентом, она не может идти на парламентские выборы. Но едва ли от этого стоит ждать чего-либо хорошего для страны? А потому, как заявила Санду, ещё после первого тура выборов, она ждёт большей эффективности правоохранительных органов, а значит, ещё больших репрессий, до полной зачистки политического поля от врагов национальных интересов. А точнее, в понимании Санду, оппонентов и конкурентов самой президентки. Повторю, я услышала граждан, и тех, которые оценили то, что мы сделали, и тех, кто недоволен ситуацией в стране. И мы продолжаем обсуждать и совершенствовать обновление системы управления, чтобы всё было лучше. Для кого лучше, Санду, впрочем, не сказала. Возможно, под обновлением системы управления она понимает кадровые перестановки в правительстве, о которых также говорила в первом туре. Но разве смена нескольких министров, которые просто займут другие тёплые места на других высокооплачиваемых должностях, даст обновление системы? Если во главе Кабмина останется тот же Ричан, но главным единым центром управления всей власти будет та же Санду, без ведома и согласия которой в стране не делалось и не будет делаться ничего. Так в чём тогда смысл этих деклараций? Имитация нового курса на косметически отремонтированном судне во главе с прежним капитаном? Почему мы так думаем? В ночь после выборов журналист Пятого канала дважды попыталась задать свежеиспечённой президентке вопросы о том, а как теперь она прокомментирует информацию о массовой фальсификации выборов? И будут ли на этом основании их результаты отменены? Но Санду повела себя, как всегда. Проигнорировала, отвернулась и ушла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вам и президент для всех. Демократия в оплоти и единение, чтобы было лучше.